Оу, всем приветик! Итак, сразу внимание, вопрос на засыпочку, что самое главное в любой игрульке? Правильно, персонаж, типа лоу, он в любом случае должен присутствовать, иногда не в самом традиционном виде, но не в этом суть. На личном опыте могу сказать, что у многих поначалу всё фиговенько с графончиком, а это уже реальный залёт, который нужно решать, чел. В сегодняшнем видосике мы нарисуем персонажа для игры, а также анимируем его, и любой, кто не знал, как это делать после просмотра этого видео, будет прошаренный, как делать достойных персонажей для игры. Так что смотрите видосик до конца, так как полезной информации полно и не нужно попросту портить мне статистику своими преждевременными выходами. Ну что ж, берите чайок и погнали! Ну, собственно, для начала нам нужен сам персонаж, который впоследствии будет анимирован. Рисовать мы будем в грави-дизайнер, типа блин, к чему эти понты юзать и люху, если есть куда более простой вариант? Итак, начнём. Тело будет в форме прямоугольника, сделаем его чёрным, а типа почему бы и нет? Мы же типа толерантные. Дальше идут глазки, они будут беленькие и немного разного размера. Ну и чтобы у него была полноценная рельса, добавим ему ротик. Теперь сверху создаём прямоугольник, меняем его цвет на красный и совмещаем стилом, чтобы лишние части были стёрты и получилось что-то типа банданы. Далее сделаем хвостик банданы, чтобы можно было хотя бы догадаться, что это бандана, а не ему голову разфигачили. На очереди конечности. Начнём с левой ручки. Она будет овальной и немного светлее, чем сам персонаж. Дублируем лапку, переносим её туда, где по логике будет вторая ручка, после чего убираем её на задний план, чтобы она была за телом. Без ножек ему будет довольно-таки трудно, так что пожалуй стоит ему их приделать. Начнём с левой ножки. Она будет тоже овальной, но углы будут менее закруглены. Цвет будет как его ручек, но на краю ноги будет что-то типа обуви. Делать эту обувь мы будем собственно точно так же, как и бандану. Теперь дублируем вторую ножку и ставим её на задний план. Немного изменим его размер, чтобы он казался привлекательнее и приступим к созданию тени. Это будет просто размытый кружок, так что не уделяем этому внимания. Пару штришков и всё, наш персонаж полностью готов. Прежде чем начать анимировать его, нам нужно экспортировать каждую его часть тела отдельно от других. Для этого мы делаем фон прозрачным, все части тела невидимыми, кроме одной, и изменяем размер холста под размер этой части тела. Сохранять всё нужно в отдельную папку, это очень важно, позже узнаете почему. Точно так же делаем со всеми оставшимися частями тела. Переходим в спрайтер, там мы и будем делать анимацию. При создании проекта указываем папку, где хранятся наши части тела. Они автоматически добавятся в наш проект и будут готовы к использованию. Теперь собираем нашего персонажа заново уже тут. Итак, растягиваем эту хернюшку, выбираем шестисотый кадр и передвигаем тело вместе с рожицей немного вниз. Вертим хвостик бандана и немного перемещаем его. А тень сделаем немного больше. Запускаем, видим, вроде прикольно. Сделаем ещё, чтобы ручки качались из стороны в сторону. Ну, теперь вообще идеально. Классно, вообще. Назовём эту анимацию айдол и приступим к остальным. Точно таким же образом делаем и остальные анимации. Бег, прыжок и, короче, там, где он, короче, как дебил, как тиктокер танцует, но, типа, когда он катку затащил, не суть, но, типа, видите, как у тебя получился тоже вообще идеально. Окейушки, осталось сохранить всё в таком виде, в котором мы сможем с лёгкостью этим воспользоваться. Выбираем нужную анимацию и экспортируем её. Галочку оставляем на месте, так мы получим каждый кадр в отдельной картинке, что нам как раз таки и нужно. Проверяем всё чики-пуки, все кадры на месте. Ну, на этом, собственно, всё. Я надеюсь, всё всем понравилось, и это заслуживает лайкосика и комментарий, ну и, естественно, подписочку. Ну, а я с вами прощаюсь, всем покедова. Субтитры сделал DimaTorzok